Здравствуйте! Опубликован новый список земельных участков, на которых в Краснодаре возводились строительные объекты без разрешительных документов или с отклонениями от городостроительных норм. Его можно изучить на официальном сайте администрации нашего большого города. В списке более 150 объектов самостроя. Черный список, как прокомментировали в Управлении муниципального контроля, призван оградить потенциальных покупателей от нерадивых застройщиков. Однако данный перечень не является исчерпывающим, поскольку в нем только те объекты, которые в настоящий момент находятся в производстве у Управления муниципального контроля администрации Краснодара. За информацией о законности капитального строительства можно обращаться и непосредственно в Управление муниципального контроля по телефонам 218-9100 и 218-9105 или по многоканальной линии единой дежурно-диспетчерской службы города 112. Сегодня был дан старт патриотической 30-дневки в Западном округе 87-й гимназии. В открытии приняли участие кадровые офицеры российской армии, ветераны, школьники и педагоги, представители казачества и городской общественности. Всего в рамках месячника в Западном округе запланировано более 160 мероприятий. Патриотическим настроением традиционно будут охвачены все учебные заведения, учреждения культуры, молодежные организации и общественные центры. А 25 января в полдень состоится открытие городского месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Это будет в парке имени 30-летия Победы возле выставочного зала боевой славы. Сегодня в здании Управления внемедомственной охраны Главного управления МВД по Краснодарскому краю сотрудники службы подвели итоги работы за прошедший год и наградили жителей нашего большого города, оказавших серьезную помощь в поимке вора. Братья-близнецы Сергей и Алексей Стратулатовы в октябре прошлого года собственноручно задержали домушника, обворовавшего жителя соседнего с ними дома на сумму около 200 тысяч рублей. Вор пытался скрыться с награбленным, но привлек внимание бдительных братьев производимым шумом. И пока Стратулатовы ловили преступника, жена одного из них вызвала полицию. Стражи порядка, прибыв на место, обнаружили злоумышленника обезвреженным. По итогам прошлого года сотрудники вневедомственной охраны раскрыли около тысячи преступлений. В основном это были кражи чужого имущества. А под охраной стражи порядка сегодня находится около 12 тысяч объектов и более 15 тысяч квартир.